Бедность главной проблемой для 60% жителей страны Приветствую вас, друзья, на канале Видеофантазия и предлагаю посмотреть новое видео. От бедности в России не спасает даже работу. Только у нас в стране существует такая прослойка общества, как работающие бедные. Во всем цивилизованном мире, если человек имеет работу, то он просто не может быть бедным. Чиновница среднего звена из крупного сибирского региона чуть не плача рассказывает с экрана телевизора о чудовищном разграблении природных ресурсов в родном крае. Честно говоря, шокируют не сами масштабы в родства, к ним мы уже давно привыкли, а мизерные заработки тех, кто честным трудом добывает эти ресурсы, которые потом оборотистые мошенники уводят налево. Работяги, которые валят в лес и осваивают месторождение, мало того, что трудятся в тяжелых условиях вахтовым способом вдали от дома, но и получают в среднем по 15 тысяч рублей в месяц. А потом они с этими деньгами возвращаются домой. И что дальше? Половину этих денег забирают коммунальщики, а на оставшиеся людям приходится содержать свои семьи, покупать продукты питания, сезонную одежду и другие необходимые товары и тянуть эти жалкие гроши до следующей вахты. По сути, их превратили в рабов, вкалывающих за похлёбку. Назвать такую зарплату адекватной и достойной очень сложно. Пример этот может быть и случайней, но весьма показательной и, к сожалению, массовой. Года два назад вице-премьер Ольга Голодец отметила в одном из своих публичных выступлений. Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере. Работающие бедные. Если верить официальной статистике, бедных у нас в стране 19 миллионов, причем существенная часть из них – это от них не маргиналы бомжей безработные, а люди, имеющие работу и зарплату. Только вот размер этих зарплат таков, что семьи тех, кто их получает, прозябают в нищете. Но почему, если правительство видит проблему и осознает ее остроту, не принимаются оперативные серьезные меры по пересмотру условий и оценке труда? Похоже, наверху не до заботы печали беднеющих масс. Каждый раз под теми или иными предлогами решение вопроса отодвигается на задний план. Правительство нас убаюкивает, что с начала 2000-х годов число бедных в России полномерно сокращается, а средняя зарплата, по данным Росстата, наоборот, уверенно растет и уже превысила планку в 42 тысячи рублей на душу населения. Официальные цифры, однако, вводятся с учетом баснословных окладов высших чинов, глав регионов, депутатов разных уровней, топ-менеджеров, тос-компаний, популярных телекиллеров, которые создают иллюзию благополучия и всеобщего процветания. В реальной жизни не все так весело и бодро. Исследования показаны, что в рейтинге главных проблем 60% жителей страны назвали бедностью. На периферии средние зарплаты не превышают 15 тысяч рублей. Миллионы семей буквально балансируют на грани, за которые нищета. Денег не хватает даже на элементарные нужды, особенно в сельской местности и в семьях с несколькими детьми. Таким образом, огромную часть работающих вполне можно отнести к категории бедных. Многие из них выживают за счет личных подворий, выращивая овощи и фрукты, собирая в лесу ягоды и грибы. Прежде это считалось развлечением выходного дня, а сегодня стало жизненной необходимостью. При создании видео мы ориентируемся на Ваши вопросы. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.